Hitachi Magic Wand или как отличить подделку. Сегодня мы за короткое время покажем вам, чем же отличается настоящий массажер из США от подделки. Покажем не просто на словах, на красивых фразах или предложениях. Мы разберем все эти модели и посмотрим, что же находится внутри каждой из них. Сейчас вы не видите, что является подделкой. Ну, конечно, кроме вот этой коробочки. Здесь же написано Hitachi Magic Wand. Ничего, что компания Vibrotex больше не выпускает с 2013 года эту модель. С 2013 года выпускается Magic Wand Original. Любой секс-шоп скажет вам, купите настоящий оригинал. То, что вы увидите в интернете за 7000, это подделка. Наши за 5. Вот это, это настоящий оригинал. Они принесут вам много-много радости. Итак, поехали. Для начала мы откупорим модели. Смотрите внимательно. Вот эта модель Hitachi. Мне тут неудобно вам поворачивать на камеру. Hitachi Magic Wand. У нее может быть круглая вот эта вот штучка. Квадратная. Кнопка эта может быть тоже. Как видите, как здесь круглая, квадратная. Это не имеет значения. Первая и самая большая ошибка при покупке. Ведь это видео мы сняли после того, как нас вдохновила мультик конкурентов. Жили-были два соседа. Петя и Вася. Ошибки при покупке Magic Wand, где вам с завидной долей уверенности рассказывают, как же вы можете приобрести именно поддельный Magic Wand. И однажды Петя зашел в магазин и купил Magic Wand. Петя, конечно, не знал, что Magic Wand с 2013 года переименовали в Magic Wand Original вместо Hitachi Magic Wand. А Hitachi Magic Wand больше не производится, о чем мы успешно можем прочитать, например, в той же Википедии английской. Вообще, Hitachi никогда не продавала этот товар и уже давным-давно не имеет к нему отношения, о чем также написано в статье. Ведь продает ее компания Vibratex. И очень странно наличие Hitachi Magic Wand во всех магазинах, где действительно лежат модели на 220 вольт. Но ведь, боже, в той же Википедии мы узнаем. Массажер переименован в Magic Wand Original и никакого Hitachi больше не производится. Давайте же посмотрим, что купил Петя, а что продает в Америке. Итак, смотрите, первое. Вот так я не смогу сделать у оригинала. Чуть позже вы поймете почему. Головка у оригинала не может вот так вот сдвигаться и двигаться. Я извиняюсь вас за грехи во время снятия видео и мы непрофессиональные фотомонтажеры или видеомонтажисты. К сожалению, денег у продавцов подделок гораздо больше. Они могут себе позволить снимать мультики, зато мы покажем вам, что находится внутри. Итак, вот эта головка. Как мы видим, она пластиковая, достаточно объемная и круглая. Внутри, ну, честно говоря, какое-то говно, какие-то кусочки нарезаны, белая пенка вообще, натуральная туристическая пенка. Итак, идем дальше. Эта модель точно такая же. Да, забыл. Вот здесь у нас внутри была вот такая вот бумажка. Внимание, запоминаем и смотрим. Вот такая вот бумажка у нас находится здесь внутри. И все. Больше в этой коробке ничего нет. Так, коробку выбрасываем. Итак, вскрываем другую модель. Тоже, я вам сразу говорю, что это подделка. Смотрим, что находится здесь. Точно такая же бумажка. С 2013 года, когда эта модель стала выпускаться, почему-то ничего не изменилось. Она один в один. Только вот здесь написано Magic Wand HV260. Нафиг. Итак, в коробке находится только массажер. О, здесь у нас всегда только квадратная вставка и квадратная кнопка. Больше никакой другой нет. Открываем головку. Первый раз. Итак, снова белая пенка. И снова такая же головка. Смотрите, чуть-чуть больше, а? Ведь один раз конкуренты писали, что если чуть больше, а чуть меньше, там где чуть меньше, это подделка. А это значит, по их мнению, оригинал. Но пускай вас это не заботит. Сейчас мы доберемся до оригиналов. Пакетики тоже нафиг выкидываем. Вот эти две модели мы затронем в самом конце. Это Magic Wand Rechargeable. Аккумуляторный оригинал. Один из них. Второй подделка. В России его еще нет. Но так как мы также закупаем вещи и в Китае, не только в Америке, эту модель наши, одни из тех, кто продает нам вот эти модели, с удовольствием нам предложили. Но иногда в интернете нам рассказывают, что коробки отличаются по цвету. Вот поверьте, вы на камере видите и то больше, отличие цвета, чем я в жизни. Они практически неотличимы. Поверьте, коробочки, бумажечки, все это подделать очень легко. В отличие от внутренней части массажера. В чем вы сейчас и убедитесь. Итак, вначале, что у нас здесь есть? Пакетик. О, ну, конечно же, да. Сразу видим. Американская вилка. Вот яркий признак оригинала. Я вас научу воспринимать еще другие, но два предыдущих массажера обладают только российской вилкой. Хотя не обольщайтесь. У китайцев я могу заказать вот эти два замечательных подделки. Как с нашей вилкой, так с американской, так и даже с японской. Вилка это не показатель. Вот эта партия получена где-то в апреле 2017 года. Как мы видим, давайте посмотрим сразу внизу на обе модели. Вот у нас штука одного псевдооригинала. Здесь, не знаю, хорошо ли вам видно. Честно говоря, камера специально покупалась под эту съемку. Но, видать, не очень хорошее. Итак, если вам видно, там на ручке написано 110 вольт-250 вольт. Все. На такой подделке, ну, внизу вообще ничего нет. Да, на предыдущей была такая выдавленная гравировка. Выдавленная, в смысле, она выпуклая. Здесь у нас есть вот такая замечательная наклеечка. Голографическая наклеечка. Ну, наверное, доллар она стоит. Может быть. Но для Америки может быть и еще меньше. К сожалению, очень некомфортно так в камере поворачиваться. А теперь смотрим на оригинал. Боже мой, никакой наклеечки. Вилка американская. Да, кстати, опять же, видите разницу между местом, где происходит крепление. Блин. Здесь эта подделка я кручу. И здесь короткий штекер. А это оригинал. Здесь он более длинный. Так, да, внимание обратим. Вот видите номер. Вот это отличительная особенность оригинала. Вдавленный в корпус номер партии. Такого вы не найдете ни на какой подделке. Итак. А вот это, кстати, сделает... Заметьте, я сейчас сниму вот эту головку, как на предыдущих. Только в этот раз мне придется сильно понапрячься. С американцев головка снимается очень туго. Итак. Вот так выглядит головка оригинала. В принципе, увидя номер, разобрав до головки, вы уже можете быть уверенным, что вы купили оригинал или подделку. Надо смотреть на размеры, на прочее. Видите, она намного более структурно сложная, чем вот эта вот фиговина у оригинала. Сейчас будет понятно, почему они так выглядят. Вытует мнение, что эта головка должна быть сделана из металла. Так и было до 2013 года. Я вам могу даже показать. Вот. Видите? Это, правда, не головка оригинала. Это оригиноголовка так называемого Magic Wand Europa. О нем я расскажу в самом конце, если останется время. Так, да. Когда-то эта головка была сделана из металла. Теперь она делается из пластика. Но, заметьте, они остались достаточно похожими. Труктурно то, как они выглядят. Итак. Давайте сделаем самое интересное. Разберем их. Смотрите, я начну с оригинала. Мне проще и быстрее будет рассказать о нем. И потом просто тупо скибаться над подделкой. Настя – это давайте сделаем так. Отдых, подойдем. «Саму. Трукты» «Звучит» «Звучит». «Саму». Трукты» «Саму. Трукты». «Саму. Трукты» «Саму. Трукты» итак это кольцо снимается вот теперь не помню по моему еще один был вот здесь находится нет ошибся мы сейчас поймете почему и у европейской модели там еще один болт как у китай так вот она волшебство мы неоднократно делали съемки показывали разобранном состоянии у себя же на сайте даже с тем учетом что я делал это несколько раз за свою жизнь вот здесь клеена вот это это было не так просто как мы видим надеюсь находится вот такого размера мотор мотора есть даже охлаждение вот она я очень покручу потом идет еще железная деталька внимание это очень внимательно важно некоторые говорят почему китайцы не сделали полную копию а вот поэтому и поэтому и потому что находится здесь и в головке потому что здесь очень много деталей каждая деталь вы понимаете что вот эту деталь или вот эту деталь их нельзя купить просто тупо на рынке пойти на рынок и купить а все что находится здесь это только в подделке это только корпус все остальное тупо покупается итак давайте пойдем дальше мы не будем прямо разбирать вот этот но это займет очень много времени здесь вот вы не поверите вот это идет с европе еще с американцами когда как американцы были другими но это блин это хитро вот это с первой модели идет у них вот это вот изолента не знаю почему я сделаю сейчас вашего одолжения небольшую хитрость вот это такая же головка как и здесь но собственно мы заявляем о гарантии вот вам пожалуйста человек у человека кое-что сломалось видите там была пружинка она немножечко глючила данная пружинка одевается вот здесь вот на на мотор и потом под вот этой вот видите что здесь находится вот такая вот блин толстая пружина и когда люди говорят что у настоящих оригиналов она должна гнуться почему блин у оригинала здесь находится голимый пластик дешевый а у оригинала подделки голимый дешевый пластик а здесь находится металлическая пружина это пружина защищает вот там внутри находится пружинка я не знаю наверно на видео этого не видно я сейчас попробую конечно приблизить максимально но я знаю что вы увидите но собственно вот 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 пружинка которая находится внутри она соединяется с мотором и вся эта конструкция не позволяет вам блокировать вибрации так поверьте разобрать эту головку достаточно сложно я попытался но боюсь в рамках этого видео не смогу этого сделать внутри находится пружинка пружинка которая проходит отсюда сюда и выходит к мотору и внутри находится металлический полукруг соответственно вы не можете этой головкой никак надавить на мотор он соединяется через пружинку и между мотором и самой вибрирующейся тыс на головкой находится независимая структура которая не дает вибрациям который не дает вам заблокировать вибрации когда вы в общем прикладывать эту штуку к телу так давайте посмотрим на этих красавцев что находится внутри ну поверьте внутри находится одно и то же что у одного что у другого специально чтобы избежать ситуации что нам скажут вы раскручивали оригинал в первом случае ну так мы же мы торгуем только у нас на 220 а вы купили на 110 говорю полгода назад мы объявили конкурс что мы дадим кому-то ли 20 или 50 тысяч у который принесет нам оригинал на 220 без следов перепайки вилки пока никто не пришел сука пусто выросла капуста нет никакого мотора все мы продолжим в данном случае мы продолжим поиск истине и поищем мотор вот здесь ведь любом интер везде в интернете написано что основное отличие на каждое наличие мотора в корпусе а все остальное вторичная итак смотрим внимательно вот он моторчик посажен вот принципе маятник в оригинал он еще уй блин вот принципе маятник у оригинала более сложной конструкции а вот моторчик вот эта фигня которая создает движение вот она итак это то что касалось вот этих вот проводных моделей теперь мы смотрим на ричардж был модель так скрываем подделку я вам просто скажу что это подделка питания массажер пакетик и вот такой юзер мануал как ни странно смотрите вот внимательно да вот мануал юзерский скопирован с американской модели видим все моторчик здесь находится мотор видно это юзер мануал лежащий в упаковке с подделкой полностью скопированный с русской с американской версии дальше я пытаюсь понять разницу между оригиналом и подделкой заранее скажу на самом а самая большая разница конечно же в мощности она у оригинала раза в два больше чем у подделки если девочка попробует подделку и потом мне наоборот попробует оригинала потом подделку она сразу скажет это какая-то туфта ваша подделка она не работает так вот от визуальных отличий нет на самом деле дальше я найду очень сильное отличие увидите сами как всегда подвела головка ну вот визуально я вам не могу ни одно отличие сказать вот такое четкое за которое можно было бы уцепиться а нет я нашел я нашел смотрим внимательно сейчас убедимся разберем что эта подделка на смотрим внимательно я могу ее снять у подделки а у оригинала снятия не получится вы просто поверьте аккумулятор утяжеление причем четко видно это не интересного такого не было утяжеление посмотрите просто кусок блять свинца вот поверить что функционального здесь не нужно итак подделка в общем то она ничем не отличается от тех же предыдущих моделей я уверен что если забрать головку мы опять увидим гребаный мотор вот здесь уже понимать что нигде нему не пассажир не могут без мотора но разбирать мне уже лень пишите пишите нам запросы если что разберем ну вот мы и добрались до мотора оригинала как мы видим ничего не меняется от модели к модели мотор находится там где он и должен находиться любители продавать подделки в качестве оригиналов и гнушаются даже тем что они порочат законы физики так например дальше там мультики показывают как трансформатор устраивает пожар то есть вот вся техника работает на этих трансформаторах много лет их продают совсем любой электролавке ни у кого ничего не горит а здесь у мэджиков горит объясняют они это очень просто что трансформатор при понижении напряжение умудряется увеличивать силу тока этих товарищей торговцев я бы отправил в школу получить закон ома для полной цепи можете погуглить там все четко сказано но сила только не будет меняться на внешних источник сейчас я вам продемонстрирую magic wand европ это европейцы сделали технический аналог оригинала так вы можете посмотреть у нас на сайте у меня сейчас только в разобранном к сожалению состоянии не закончились мы вот на днях ожидаем новую партию так выглядит коробка действительно грамотная намного дороже чем даже у оригинала сама коробка вы видите там есть тиснение разные краски разные текстуры красок что касается самого массажера даже его инструкция это лучше чем у оригинала там там уже есть русский язык что касается самого массажера мы опять снова видим наш большой пресловутый мотор потому что маленький мотор не даст мощности конкуренты конечно говорят что маленький мотор это ноу-хау и это технологии скатнули вперед но я вас уверяю опять же я уже ссылался на законы физики на не может меньше мотор давать большую мощность это опять же не знаю компания тесла за такую за идеологию чтобы маленький мотор давал больше мощности отвалит человеку не один десяток миллионов как вы видите здесь вилка европейская наша он работает от нашей розетки все трансформаторы понижающие и так далее встроены прямо у него внутри по мощности я бы сравнил его с моделью rechargeable американской тоже конечно же и поменьше до за вот например в